Здравствуйте, ребята! Не думал я, что сразу же начну снимать вторую серию, но тот турнир отменили и записались все на вот этот вот турнир, где парень кричал спиннинг на полтонны. Смотрите, на полтонны реально спиннинг. Это офигительный спиннинг, это просто must have. В магазине не помню даже сколько он стоит, но приличных денег он стоит. Поэтому я постараюсь выиграть. Не знаю, получится у меня это, не получится, но буду пытаться всеми силами возможными. Прикормку даже, наверное, универсальную использую и будем смотреть с вами. Если получится выиграть, это будет просто бомба. Поэтому снимаю эту серию, я думаю, выложу ту серию, а потом на следующий день эту серию, чтобы, так сказать, было все четко. Поэтому спасибо, дорогие друзья, что вы меня смотрите. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, советуйте, рассказывайте свои тактики лова, приманки, наживки, места, все делитесь и будет все круто. А я сейчас буду ловить турнир, ну и по мере того, как че, почем, хоккей с мячом, будем смотреть. Фух, пожелайте мне удачи, ребята. Прикормочка универсальная зашла, дорогие друзья. Как видите, так понимаю, зелененькая полосочка показывает, насколько времени она действует. Я не знаю, правда, сколько она действует по времени, долго, недолго. Будем наблюдать. Пока, офигеть, уже результат две рыбы. Ну, блин, это, конечно, это, конечно, че-то какой-то чит. Не знаю, мне кажется, это уже какая-то разводочка. Три рыбы. Мне это начинает немножечко напрягать, ребята, но надеюсь, мы с вами должны вырваться, потому что прикормка есть, должны. Ну, хотя он там кричал, что давайте, давайте, заходите, полтонный спиннинг. Наверное, он знает, сможет поймать. Наверное, он тут уже не один буфало малоротый ловит. Не первый раз. Две рыбы. Я думаю, что, наверное, он поймал на две удочки. А, там же сбрасывают. Там сбрасывают ребята. Значит, как-то, как-то умудрился. Большой рот и буфало не считается. А, может, реально ему так повезло. Амазинг гейм. Интересно, у него есть канал свой или нет? Ну, по крайней мере, мы с вами во втором месте пока что. Второе место, по-моему, ремкомплект там было, а третье было вроде бы леска. Но, в любом случае, знаете, занять призовое место, это всегда круто. Поэтому, если мы даже с вами займем второе или третье место, это уже будет офигенно. А там посмотрим, может быть, мы с вами реально и первое затащим. Если затащим первое, ребята, это просто, я не знаю, не будет слов. Это будет мега-бомба. Бомба. Ребята, мои надежды выиграть просто провалились крахом. Смотрите. 7, 9, 15, 22. Я даже не уверен, что это, знаете, удача. Вот тот, кто первое место занимает, мне кажется, есть какой-то секрет. Хотя бы по наживке, мне кажется. Потому что, ну, что-то прям, ну, прям огромный отрыв. Саня Нигеряк, но, думаю, так же, как и я, ловит на эту, на макуху. Тот, который повыше, Сергей, вот Сергей не знает, на что ловит Сергей, без понятия. А я вот вместе с тем пацанчиком ловим на макуху. И у нас, мне кажется, поэтому такой вот результат. Может быть, надо сделать вот так, вот что-то как-то так. И сделать вот так, вот так. Это проба просто. Все равно терять нечего уже. Терять нечего, это просто такой эксперимент. Мне сейчас вес как бы не важен, по сути дела. Мне важно количество. Количество, видите, да. Но тут, тут клево нет вообще. Тогда надо заряжать на 470 и закидывать вот туда, где у нас они стояли. На что? Да, вот мне интересно вообще. Буфало малороты. Я не думаю, это не везение, ребята. Это правда не везение. Это стопрудово рассчитанная прикормка, рассчитанная наживка. Вот у нас с Саней нормально. Мы ловим на макуху. Вот эти вот, ребята, нет. Нет. Может быть, вот это тоже на макуху, но я сомневаюсь реально. И то вот Саня меня перегоняет. Секрет. Секрет. Ребят, кто знает, напишите. Вот правда, вот секрет. Может, какая-то платная наживка есть? Я просто не был давненько здесь. 30 рыб, блин, охренеть. Это, конечно, блин, бомба. 30 рыб это сильно. Блин, Мото Мото, друг, если ты будешь смотреть, обязательно прокомментируй, пожалуйста, если ты смотришь до этого момента. На какую наживку он ловит, если ты знаешь? Мне прям очень интересно, что это такая за подстава, за такой вот, знаешь, прикол. Потому что я ума не приложу. Это чересчур огромный отрыв. Я понимаю, что вот мы втроем, мы, скорее всего, ловим вот на макуху. Вот эти ребята, ну, может быть, тоже, но им просто меньше везет. А вот он точно нет. Вот это 100% нет. Не может так фартить. Я не верю в такое. Поэтому, если будешь смотреть, обязательно прокомментируй. Я буду тебе вообще очень сильно благодарен. Но в любом случае, думаю, хотя бы место третье, вот четвертое, вот мы бьемся, бьемся. Думаю, может быть, третье место мы все-таки с вами займем. Надеюсь, надеюсь. Ребята, смотрите, я проигрываю турнир, но, но, смотрите, чат, я вам просто покажу. Смотрите, читер, не читер, ну, короче, пацана поносят. Блин, как бы рыбу не пропустить. Вот, потом он пишет, учитесь играть. Ну, как бы, да, немножечко неприятно, все дела. Потом он там писал, спасибо за спиннинг. Ну, остановите, посмотрите. И тут его вот Сергей обогнал, но он сейчас его тоже, ну, то есть, он его опередил. Я вот, почему-то хочется, чтобы Серега выиграл. Я раскусил, как он ловит. Глубина 290, ребят. Чтобы не перебивал большород и буфало. Сам методом проб и ошибок нашел, пока в турнир играл. И, естественно, ставите либо кукурузу, либо макуху. Но лучше макуху, меньше прилова. Меньше прилова будет. И вот так вот рубите. Четко, вообще получается, четенько. Советую потом поиграть вам в турнир, когда будете играть сами. Вот так вот закидывайте, можете создавать. И, я думаю, шанс на победу очень высок у вас. Поэтому пробуйте, тренируйтесь. Как бы, я вот сейчас вот выбился на третье место. Саня ушел вниз. Вот бас меня догоняет. Может быть, он меня, кстати, перебьет. Это будет обидно, если он меня перебьет. Но, надеюсь, нет. Так. Третье место. Отлично. За третье место выиграли 8000 рублей. 650 опыта и катушка иллюзия, ребята. На 140%. Я считаю, результат вполне достойный. То, что я за... Сергей выиграл. Блин, красава. Просто сейчас напишем. Серега, красава. Ты вообще четко. Блин, ну, круто. Реально круто. Вот интересно. Вот можно, как бы, опыт перенять у игроков. Посмотреть, кто как ловит. То есть, и когда начинаешь проигрывать, мозги начинают включаться. Ты начинаешь думать, ага, ты уже понимаешь. Уже начинаешь понимать, что все, как бы, не просто так. Надо включать голову. Как же выиграть? Почему пацаны ловят? Ну, вот, как бы, я вам показал, в принципе, тактику. Кидаете вот так, глубина 290. Даже вот где поплавочек стоит, вот сюда можно кинуть. И можете спокойно ловить. Вот так вот рядышком. Почему так рядом? Потому что вам ближе рыбу тянуть. Вы вытащили, вытащили и... Все. Как бы, все готово. Ну, вот, видите, клюет. Сейчас показываю по-любому вороты. Малороты. Поэтому вот так вот кидайте, ловите, думаю, приз будет у вас по-любому в кармане. Катушечку я эту, я сразу знаю, куда применить. Вот это вот спиннинг, который на 250. А, нет, тут меньше. Я что-то думал, что у меня тут 180 стоит катушка. Поперепутал с леской. Ну и ладно, все хорошо. Можно попробовать на донке, но на донке я не вижу смысла ловить, потому что именно надо под глубину выбирать. И тогда будет вообще замечательно. Непонятно, что он пишет. Игра пустышка, не знаю. В моментах было прикольно. Всем спасибо, ребята, кто посмотрел, кто болел. За третье место, думаю, спонтанно такое можно поставить лайк, подписаться. С вами был Акамарачи. Всем до скорых встреч. Пока-пока.